Книга «Открытым оком». Тема «Русская православная церковь». Том 17. Вопрос 3158. После 4-го всезарубежного собора архиереи еще отдельно собирались. Разве они могли принимать какие-то дополнительные решения, кроме тех, за что уже проголосовали на соборе? «Если они примут иные решения, то что нам тогда делать?» – отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Они утверждали, как и всегда в мирских организациях так делается уже принятое. И ничего дополнительного, на что собор их не уполномачивал. Они ни в коем разе не должны посягать. Рассмотрим вкратце, что же архиереи изрекли. Выделю лишь слова, на которые следует обратить повышенное внимание. «Архиерейский собор, собравшийся в доме свидетеля Тихона Садонского, под покровительством Адигитрии русского зарубежья Курска, коренной иконы Божьей Матери в городе Сан-Франциско, приветствует свою богохранимую паству, рассеянную по всему лицу земли, светлым пасхальным приветствием Христос Воскресе». Опираясь на поддержку 4-го всезарубежного собора и выражая его единодушное желание, мы предприняли определенные положительные шаги к достижению вожделенного церковного мира в нашей поместной русской православной церкви. С Божьей помощью достигнуто общее согласие поэтапного развития канонического и евхаристического общения между разрозненными частями единой русской церкви. В комиссии по переговорам со встречной комиссией Русской Православной Церкви Московского Патриархата поставлены определенные задачи для неотложного обсуждения на следующем совместном заседании по решению остающихся вопросов. Надежда на богоугодное врачевание вынужденного разделения открывает нам вдохновляющую возможность единодушного созидательного труда на Ниве Христовой. Трудно измерить и оценить, сколько времени и сил было потрачено на противоборство с обеих сторон в те десятилетия разделения, когда существовала безбожная власть, пытавшаяся разрушить, но не возмогшая одолеть Христову Церковь на многострадальной земле российской. Освобождающиеся силы церковных деятелей и всего православного сообщества должны быть направлены на мужественную борьбу с грехом, который небывало глубоко поразил все человеческое общество, не щадя и христианские семьи. Противостояние друг к другу русских единоверных людей после падения советско-атеистического тоталитаризма уже причинило много вреда и особенно в деле воспитания детей и юношества. Невозможно далее мириться с тем, чтобы мы православные русские люди были не то что участниками, но хотя бы только равнодушными и безучастными наблюдателями раздирания нишвенного Христова Хитона и междоусобной распри единоверных и единокровных братьев во Христе. Особенно ясно нам стало это, когда мы все были свидетелями видимого влияния Святого Духа на участников 4-го всезарубежного собора, открывающего нам, что единство в истине и любви есть воля Божия и все человеческие стремления должны преклоняться перед ней. Мы не намерены идеализировать ситуацию. Несомненно, у обеих частей русской церкви есть еще проблемы, требующие исправления. Так услышим же Христа, говорящего нам, Матфея 7.3, что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь. И поступим по апостольскому указанию в Галатам 6.2. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Мы, архиереи русской зарубежной церкви, не просто стараемся уловить и учесть настроение нашей паствы, чтобы лавировать на гребне переменчивого мнения большинства, но более всего должны искать в молитвенной сосредоточенности и в духе, а не в букве Евангелия, святых отцов и канонов церковных, волю Божию. И это мы и стремимся передать вам, дорогие наши пастыри и миряне, чтобы шествовать нам вместе путем земной жизни, неся крест послушания Христу. Лука 9.23 и Матфея 10.38 Давайте откроем Лука 9.23 Ко всем же сказал, если кто хочет идти за мною, отвернись себя и возьми крест свой и следуй за мною. Матфея 10.38 И кто не берет креста своего и следует за мною, тот не достоин меня. Пастырский подход диктует нам с осмотрительностью делать шаги на пути примирения с Русской Православной Церковью Московского Патриархата, чтобы, цитата, не сломить тростинки надломленной. Матфея 12.20 Но осмотрительность совсем не означает поворотов спять или отложения богоугодного дела примирения. Нам диктуют не сроки, кем-либо установленные и предписанные. Дело единения Церкви Русской мы намерены совершать неотлагательно, по мере удовлетворительного, взаимоприемлемого решения остающихся проблем. Они известны и четко сформулированы. Новых претензий выставлять мы не имеем намерения. Каноническое и открываемое им евхаристическое единение Русской и Зарубежной Церкви и Русской Православной Церкви Московского Патриархата совершенно необходима как единственная возможность осуществить созыв Поместного Собора Русской Православной Церкви с участием всех ее частей, о котором говорили наши предшественники, духовные вожди русского зарубежья. Путь к этому Собору – путь единения, а не полемических споров. 1 Коринфянам 3.3 Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы и не по человеческому ли обычаю поступаете? Итак, обращаемся мы к нашей дорогой пастве с молитвенным призывом отложить споры и разногласия и влиться в спасительное делание восстановления единства Русской Церкви. Как говорит царь Соломон при мудрости 10.12 «Ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает все грехи». Слово Божие поучает нас и о том, что времена меняются. Экклесиаст 3.1 «Всему свое время и время всякой вещи под небом. Было время противостояния, наступило время примирения. Лежащий возле мир нуждается в свидетельстве о нашем единстве, о том, что у нас за рубежом с нашими братьями и сестрами на возрождающейся нашей Родине «Действительно» Ефесянам 4.4.6 «Одно тело и один дух, один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас». И мы, архипастыри, обращаемся к вам, нашей боголюбивой пастре, умоляя вас по слову апостола Ефесянам 4.1.3 «Поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренно-мудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Христос Воскресе!» Подписи «Лавр, митрополит, восточно-американский и нью-йоркский, перво-иерарх русской православной церкви за границей». «Алипий, архиепископ Чикагский и Детройтский, Марк, архиепископ Берлинский и Германский, Иларион, архиепископ Сиднейский и Австралийска, но вот, что-то непонятно. Кирилл, архиепископ Сан-Франциский и Западно-Американский, Евтихий, епископ Ешимский и Сибирский, Агафангел, епископ Таврический и Одесский, Михаил, епископ Женевский и Западно-Европейский, Даниил, епископ Ирийский, Гавриил, епископ Манхэттенский, Агапит, епископ Штутгартский, Петр, епископ Клевлендский, епископ Амвросий. 17 мая 2006 год. Цитата «Освобождающиеся силы воспитания детей и юношества влиться в спасительное делание восстановления в духе, а не в букве подчеркнутой Евангелия святых отцов и канонов церковных». Далее Игнать Тихонович, видимо, комментирует. Это пустопорожные слова. «Но нигде ничего не изменится, ибо нет живой проповеди Евангелия в народе». А тут еще и буква не нужна. «Значит, каждый наворачивает, что хочет». То, что 10 мест Писания подтверждают необходимость прощения, прекращение противостояния – это чудесно. Но ниоткуда не видно, что это нужно делать именно с нераскаившимся узурпаторами власти в Московской Патриархии. Цинизм Патриархии беспределен. В момент, когда идет собор, дельцы Московской Патриархии участвуют в экуменических шабашах. Они презирают все желания зарубежной своей пасты, прожженные аферисты, карьеристы и беззаконники. И век им не нужен Всемирный Совет Церквей, но едут к ним, выполняя волю масонов, и туда тянут несчастных овец. Израильское и Иудейское царства могли объединиться только по закону Моисееву и приносить жертву единому Богу Иегове в Иерусалиме, а не в Самарии и Дане. Пророк Исайя 68 Кто это летят как облака и как голуби к голубятням своим? Речь-то вовсе не о том, нужно вести, что кто-то лучше, но порабощение, полное разложение произошло за эти годы. Произошло не где-то, а в Москве, в образовании, в детище Сталина Берии МП. И потому возвращение в дом заграничных не есть возвращение в прежний дом, но туда, где засели хулители истины. С кем объединяться и к кому лепиться и ради чего? Пророк Исайя 31, 3, 5 Горе непокорным сынам, говорит Господь, которые делают совещание, но без меня, и заключают союзы, но не по духу моему, чтобы прилагать грех ко греху. Не вопросив уст моих, идут в Египет, чтобы подкрепить себя силою фараона и укрыться под тенью Египта. Но сила фараона будет для вас стыдом, и убежище под тенью Египта бесчестием. Все они будут постыжены из-за народа, который бесполезен для них. Не будет от него ни помощи, ни пользы, но стыд и срам. Пройти огонь, горнило испытания, и воды моря будто по ручью. На это не у каждого сил станет, не каждому экзамен по плечу. Если дьявол видит, что орешек так просто сходу вдруг не расколоть, Тогда смычком он по-живому режет, канонизирует живьем вонючку плоть. Под протрубы медные на медне ты слыхал, когда богами нас провозглашали. Позолотили шайки и лохань, и мы принять, увы, не оплошали. Побить камнями жаждут иудеи, обрезанного некогда под савла. Не за грехи, за новые идеи. Гиенна с Тартером на целый Тарс восстали. А он, гонимый, плакал и о них. Готов был быть от Господа отвернут, подстать блинному Гераклу к ним проник. Для их религии он оказался берпут. Все выдержал, смиренно перенес, Переносяся с благовестием всюду, и жил не сам. В нем обитал Христос, в дому Христа считал себя посудой. Его и богом вздумали на речь, Не одного, а с земляком варнавой, О трубах медных. И завел я речь, как трудно совладать с земною славой. Дух обольщения слюнявит руки нам, Эпитетами сыплет, не скупясь, А через час уже начнет пинать И повергать в воскресном платье в грязь. Молитвой и постом охлонись, Поклонов не жалей пред Иеговой. Жизнь колесо то вверх, то вниз. Мы устоим, когда Христос основа. 11 апреля 2006 год. Игнатий Лапкин.